Радио 54 О правилах, ну, рыбачим мы все с лодки Рыбачим не командно, а по одиночке То есть по одному человеку лодки И ловим на все виды приманок, которые доступны на спиннинг Зачет принимается любой окунь Щука от 35 сантиметров Нужно выловить самый большой или общий вес учитывать? У нас будет таблица такая подсчетов Несколько, да, категорий? Приравненная такая к более спортивному Ну, точно подлюбительский Но там будет учитываться и вес, и количество И длина То есть тут не самое главное, да, например, поймать много рыбы Тут надо поймать и много рыбы И, как бы, большую рыбу, да, соответственно, по длине И крупную по весу тоже, по-общему Как бы таблица такая замысловатая Но она работает очень хорошо То есть выявить победителя с нее очень, как бы, ну, реального победителя А самая красивая рыба, нет такой именасы? Самая вкусная, самая дорогая на рынке То есть доходящей у нас номинации, конечно, не было Самую дорогую нельзя ловить Да, регистрация, конечно, желательно очень Ограничена по количеству участников, нет? Как бы водоем не сильно большой Если сравнивать с предыдущими соревнованиями Мы, как бы, выявили, что наш водоем, ну, рассчитан максимум на 70-80 человек Вы меняете водоем из года в год? Мы его стараемся не менять, но у нас они есть по-разному, так сказать, по расширению, там, допустим Где-то можно с берега подойти, но там узко А где на лодке, там широко, но пространство, как бы, ограничено То есть для удобства лучше, чтобы вот человек, конечно, было Ну, я думаю, что 70, если 80 человек, это будет предел Ежегодно количество прирастает участников? Ежегодно, с каждым годом, однозначно, да, прирастает Сейчас регистрация идет на фестиваль? Да, вы уже знаете, да? Да, да, да А можно прикармливать рыбу по условиям фестиваля? Ну, прикармливать хищную рыбу, нечего, бесполезно Хищную рыбу кормишь, да Ну, а вообще, вы, как рыбаки, вот, Александр, например, вы, как заядлый рыбак, пользуетесь прикормом, когда, ну, не в рамках фестиваля, а просто рыбалка ездит? Если мирную рыболовину Что посоветуете? Ну, есть сейчас специализированные прикормки Не гороховую кашу самому варить, а что-то такое Можно и гороховую кашу, можно и первловую кашу, то есть это уже кому как... А что за специализированные прикормки сейчас? Это хоть новое веяние в рыболовке 21 века? Да, люди, фирмы, конторы, которые делают специальный прикорм С добавлением Спортивное питание для рыб Да, да, да Шейкеры чт-чт-чт Практически так и есть Там же миксером их молотят Прикормка Это очень большая технология А вы пользуетесь вот этими новыми технологиями? Сравнивали с кашей гороховой? Чисто в любительских целях Я больше специализируюсь по хищнику Поэтому мне донная Но однозначно Вот которые прикормки сейчас пошли Такие новые Они работают Ароматизаторы Чем пахнет икрой поди? Разные есть Шоколад, клубника Серьезно, рыбам это нравится? Серьезно, абсолютно серьезно Шоколад очень хорошо Шоколад идет на карася А, даже вот так вот различается А клубничка на кого? Клубничка на взросленькую рыбку Ты приехал с ребенком на рыбалку Если что, раз ребенку насыпал Ты там прикорм дойдет Александр, а ваш личный рекорд Сколько килограмм? 8,360 Ого, это кто? Тоже щука? Это щука Съели или тоже отпустили? Съели Ну слава богу Так прям желудок сейчас голодный За вас порадовался Котлеты очень были вкусные Хорошо Ну, про прикорм мы поняли Да, в спиннинговой рыбалке Это бесполезно Может быть, расскажете Тогда посоветуйте Будущим своим участникам Какие крючки, снасти, мормышки С собой прихватить? Ну вот, кстати Мормышки обязательно надо прихватить Потому что сейчас такой Шоколадом намазать Направление, да, у нас пошло Ультралайт И мормышки Это самая такая деликатная снасть На которую рыба садится Ну практически вся То есть мелкая приманка Мелкий грузик И, соответственно, рыба очень хорошо на нее клюет Вот советую как бы всем прислушаться к этому И намотать на уст Крючок побольше, поменьше? Крючок, конечно, поменьше Но если садится щука Ну а как же бигфиш-то? А вот если садится щука То тут уже зависит все от рыбака От мастерства То есть мастерство рыбака зависит от того Насколько удастся ему на маленький крючок Поймать большую рыбу Да, да, да И что, это возможно? Это абсолютно возможно А что нужно делать? Подсекать по-особенному? Тут главное терпение Главное терпение А ты клюнула и не сразу надо тащить, да? А через сколько минут? Надо расслаблять фрикцион И наслаждаться вот этим вываживанием О, господи, неужели это может доставлять удовольствие? Это доставлять такое удовольствие Просто непередаваемое ощущение Ой, звук фрикционный Это всегда приятно Да, звук фрикционный Какой-то интерактив до зрителей Повозможно предусмотрен Обязательно Мы сейчас тоже переходим на такой уровень Который мы делаем конкурсы Абсолютно для всех И для участников И для зрителей Любой может принять участие Это и на сбор удилища И на заплыв у нас будет То есть на лодках будет соревнование Без весел Мне кажется, прикольно Кто будет участвовать, они без весел А мы на моторе пойдем И так же будет у нас и беспроигрышная лотарей проходить И мастер-классы Мастер-классы Будут по эхолотам По моторам По спиннингам То есть берем палатки Берем палатки И вперед Причем я советую приехать заранее туда Потренироваться за день То есть если кто в пятницу сможет приехать Приезжайте обязательно Мы тоже будем располагаться уже там Приедете, познакомитесь с водоемом Водоем шикарный Ждем заранее Можно про приметы еще узнать Суверенный народ, рыбаки? Ну, как оказалось Знаете Много примет не работает Много примет не работает А, например, давайте мифы развенчиваем Ну, вот, например, что Рыбу нельзя брать с собой То есть это На самом деле это А кто берет с собой рыбу на рыбалку? Ну, есть такие И потом Кильку в томате? Конечно И потом и обвиняют в том, что они взяли с собой рыбу И ничего не поймали А что делать, если ничего не ловится? Собирать, сматывать улочки Домой уходить? Нет, нужно наслаждаться природой Да, конечно А, отвлечься, забить на И тогда пойдет сразу Мы же ездим на рыбалку не за рыбой Не за рыбой, а на рыбалку А на рыбалку? А на рыбалку? А на рыбалку? Мы не ограничивали возраст И дети у нас шли в одной Ребенке с большими дядьками Участников у нас было около 50 То есть все взрослые мужчины Опытные рыбаки И мой сын Ну, так уж случилось Сколько ему лет? Ему 9 лет Уже перед началом соревнований Он просто достает одну щуку Достает вторую щуку Все рыбаки просто уже были в шоке Как так происходит Ну и дело в том, что Как бы и взял он первое место Взял он первое место Это было вот так Как бы неудобно мне Потому что как бы организатор Привел сына Отсюда и такой, знаете Как бы подтекст Все по-честному Это все по-честному Это надо ездить на тренировке На тренировке обязательно надо ездить Если вы собрались куда-то Посетить какой-то водоем На соревнования То лучше съездить на Потренироваться Без тренировок Только на удачу Да, мы ездили туда практически каждый день Здорово Приезжайте 6 июля в Черепановский район И давайте, конечно же Заранее тоже сообщать Организаторам об участии Да? Да, конечно, конечно И будет вам улов Твой дом, твоя область Новосибирск 106,2 FM